Все знают о том, что растяжка это неотъемлемая часть тренировок, но далеко не все знают, как правильно растягиваться. И сегодня я покажу и расскажу вам, как это делать. Я подготовила для вас комплекс упражнений на все группы мышц. Упражнения простые, их могут выполнять даже люди без подготовки. Для удобства запоминания мы начнем сверху вниз. Первой будет шея, потом разберем плечевой пояс и в конце ноги. Первая пара упражнений направлена на растяжку шеи. Становитесь ногами чуть шире плеч, ноги прямые, руки заводите за спину и соединяйте в замок. Локти прямые, наклоняйтесь вниз и старайтесь завести руки как можно дальше за голову. В идеале вы должны коснуться руками пола или асфальта за головой. Самый простой вариант выполнения этого упражнения, когда вы просто соединяете руки в замок за спиной. Немного усложненный вариант, когда вы соединяете руки за спиной и выворачиваете их ладонями вниз. Для выполнения второго упражнения вам понадобится шведская стенка или любая низкая перекладина. Подходите к ней так, чтобы она оказалась у вас за спиной и беретесь руками за нее. Когда вы приняли нужное положение, вы начинаете медленно наклонять голову сначала в одну сторону, потом в другую сторону. При этом, когда вы наклоняете голову вправо, у вас тянет левую сторону шеи и плечо. Когда вы наклоняете голову влево, наоборот. Третье упражнение нашего комплекса направлено на растяжку плеча, трицепса и боковой поверхности тела. Для этого вам нужно поставить ноги чуть шире плеч, ноги прямые, бедра четко посередине между ступнями и в течение всего упражнения никуда не смещаются. Одну руку вы заводите за голову и придерживаете второй рукой ее локоть. При этом ладонь той руки, которая у вас находится за головой, вы пропускаете перед плечом. И в таком положении начинаете наклоняться вслед за свободной кистью. При этом смотрите наверх. Во время выполнения упражнения обратите внимание на то, чтобы ваша грудная клетка не разворачивалась вниз. Она должна смотреть четко вперед или немного вверх. Именно для этого вы смотрите наверх. Четвертое упражнение направлено на растяжку плеч и грудной клетки. Для этого вам нужно подойти к шведской стенке или к любой высокой перекладине, которое находится примерно на высоте ваших плеч или чуть ниже. Следите за тем, чтобы руки были прямые в локтях. Облегченный вариант этого упражнения. Вы ставите руки на ширину плеч или на ту ширину, которая для вас комфортна. Более сложный вариант. Вы ставите руки ладонями рядом друг с другом. Еще более сложный вариант. Вы приседаете. При выполнении этого упражнения обратите внимание на то, что ваши стопы должны быть впереди всего вашего тела. Чуть подаль должны быть ваши ягодицы. И совсем близко к шведской стенке должны быть ваши плечи. То есть вы стоите под углом. Пятое упражнение нашего комплекса направлено на плечи. Для этого вам нужно завести одну руку за спину и поставить ее тыльной стороной ладони на тазовую кость. Второй рукой вы беретесь за локоть и стараетесь придвинуть локоть как можно ближе к середине вашего тела. То есть выдвигаете его вперед. Следите за тем, чтобы ваша рука не смещалась вперед вслед за локтем, чтобы она оставалась на тазовой кости. Шестое упражнение направлено на трицепс. Для его выполнения вам нужно найти любую вертикальную опору и поставить на нее руку. Так, чтобы ваш локоть находился на уровне вашего плеча. А предплечье и кисть лежали на опоре. Следующим вашим шагом будет наклон вперед. При этом учтите, что наклоняться вы должны так, чтобы ваше ухо было как можно ближе к руке. То есть не уходите в сторону. От этого потеряется весь смысл упражнения. Усложненная версия этого упражнения заключается в том, что перед началом выполнения вы соединяете руки в замок за спиной. Затем подходите к вертикальной опоре и кладете локоть на нее на уровне своего плеча. Наклон вы выполняете точно так же. Следите за тем, чтобы ваша голова находилась как можно ближе к руке. Но руки у вас продолжают оставаться в замке за спиной. Спина при этом прогибается. Можете немного отойти назад для удобства выполнения упражнения. Седьмое упражнение поможет вам растянуть спину и лопатку. Для этого вы подходите к опоре, ставите ноги шире плеч и примерно на ту же ширину ставите руки на опору ладонями вниз. Начинайте сгибать одну ногу и при этом натягивайте противоположную руку. То же самое выполняйте в другую сторону. Голову опускаете, шею не напрягаете, расслабляете полностью. Работают только руки и ноги. При этом, когда вы сгибаете правую ногу, вы должны чувствовать натяжение в левой руке и лопатке. И наоборот. Обратите внимание на то, что во время выполнения упражнения ваша спина должна быть круглой. Старайтесь не прогибаться, не держите ее прямой, наоборот, скруглите ее максимально. Для выполнения следующих трех упражнений вам понадобится скамейка или ровная поверхность. Для выполнения первого упражнения кладете кисти на скамейку или на пол, так, чтобы ваши ладони были направлены вниз, а пальцы к себе. Старайтесь прижать ладони к поверхности полностью и не отрывайте запястье во время всего выполнения упражнения. Отходите чуть назад, локти прямые, локти направлены к себе, локтевые сгибы вперед. Для выполнения следующего упражнения на кисти вам нужно перевернуть руки так, чтобы ваши ладони были направлены к вам, а тыльные стороны лежали на поверхности. Упражнение выполняется точно так же. Ваши локти прямые, направлены к себе, локтевые сгибы вперед. Старайтесь не отрывать запястье от поверхности. Заключительное упражнение на кисти. Для него вам нужно прижать большой палец к ладони и обхватить его оставшимися четырьмя пальцами. Положить получившийся кулак тыльной стороной на скамейку или на пол. Выпрямить локоть, если это возможно. Также, если это возможно, развернуть локтевой сгиб вперед, а локоть к себе. И немного отодвинуться назад, как в предыдущих упражнениях. Переходим к ногам. Первые два упражнения на ноги выполняются у любой горизонтальной опоры, которая находится примерно на уровне ваших бедер. Это может быть шведская стенка или брусья. Для выполнения первого упражнения кладете ногу пяткой или ступней на горизонтальную опору. Нога прямая. Не отводите опорную ногу слишком далеко назад. Ваши бедра должны быть развернуты четко вперед. Противоположной рукой вам нужно взяться за ту ногу, которая находится на опоре. Там, докуда вы можете дотянуться. Разворачивайте корпус так, чтобы второй рукой достать до опорной ноги. Обратите внимание на то, что колени обеих ног должны быть выпрямлены все время выполнения упражнения. А также очень важный момент. Опорная нога должна быть развернута четко вперед. Не разворачивайте носок опорной ноги в сторону. Следующее упражнение похоже на предыдущий. Становитесь боком к опоре. Ставите одну ногу на нее. Вторая нога прямая. И перед регулярно полу. Носок смотрит вперед. Начинайте медленно наклоняться к опорной ноге, следя за тем, чтобы колено находилось перед вашим лицом. Руки можете поставить на опорную ногу. Если дотягиваетесь до пола, поставьте их на пол. Третье и четвертое упражнения направлены на растяжку поясницы. Переднюю ногу ставите носком к опоре. Заднюю ставите так, чтобы обе ноги образовывали примерно равносторонний треугольник. Обе ступни направлены вперед. Бедра развернуты вперед. Обе ноги прямые в коленях. Дальше вы беретесь руками за опору, опускаете голову и наклоняетесь к передней ноге. Следите за тем, чтобы бедра не разворачивались в сторону. Более сложный вариант выполнения этого упражнения заключается в том, что вы ставите ногу на опору не носком к ней, а пяткой. То есть ступня ваша оказывается на опоре. Следующее упражнение начинается точно так же, как и предыдущее. Только теперь вам нужно взяться за опору одноименной рукой с передней ногой. То есть, если спереди у вас правая нога, беретесь за опору правой рукой. Ваша задача наклониться как можно ниже и при этом развернуть корпус максимально в сторону. Так, чтобы ваша грудная клетка смотрела не вниз, а в бок. Чтобы усложнить это упражнение, можете так же, как и в предыдущем, поставить ступню на опору. Для следующего упражнения вам понадобится горизонтальная перекладина, которая находится примерно на уровне вашего таза. Обратите внимание на то, что носок той ноги, которая лежит на перекладине, должен быть обязательно направлен на себя. То есть пятка в этой ноге должна быть острой. Это необходимо для того, чтобы во время выполнения упражнения вы не повредили колен и суставы. Если в этой позе вы чувствуете себя нормально, попробуйте приблизить таз к ноге. При правильном выполнении упражнения вы будете чувствовать, как тянется ваша ягодица и задняя поверхность бедра. И последнее упражнение нашего комплекса направлено на растяжку икроножных мышц. Для него вам понадобится любая вертикальная опора. Ставите пятку как можно ближе к опоре. Для этого можете чуть согнуть опорную ногу. Ступня располагается на опоре, пальцы смотрят вверх. Нога выпрямлена в колене, руками держитесь за опору, задней ногой как бы подталкиваете себя ближе к опоре. Чтобы усложнить это упражнение, можете поставить вторую ногу на бедро чуть выше колена нижней ноги. Таким образом вы будете давить на бедро и помогать себе выпрямлять колено.